На портал Экзегет поступил следующие вопросы. Мучает физические проявления тревоги, не мешающие полноценно жить, ездить на далекие расстояния, находиться в обществе, работать и так далее. Не грех ли принимать лекарства? Ну, давайте разберем, откуда возникает тревожное состояние. Вы знаете, в русском языке есть такие слова. Волнение, беспокойство, тревога, страх. Ну, медики и психологи еще употребляют панические атаки. Ну, и в народе есть паника, да? Вот. Так вот, об одном ли это и том же? В принципе, да. Просто это разные, скажем, степени тревоги. Или по-другому просто страх. Словом «страх» просто называется, как правило, более такое, ну, крайнее состояние, когда мне страшно, аж мурашки по телу, да? А вот тревога, она может быть, там, или волнение. Ну, студент перед экзаменом, он волнуется? Да. А что значит «волнуется»? Ну, он переживает о том, как пройдет у него экзамен, какой ему попадется билет. То есть он боится. Вот еще слово «бояться», да? Он боится, что у него в результате экзамена получится, как он ответит, какой оценка у него будет. Поэтому он волнуется. Бояться – это, значит, ну, еще говорят «страховаться», да? «Страхование» – слово такое есть. Так вот, студент волнуется. Мама разве не волнуется за ребенка, который, скажем, пошел на улицу погулять? Особенно в наше время. Да, мамы, конечно, переживают. Волнение это, или по-другому, опять-таки, это можно назвать тревогой за ребенка? Ну, да, можно назвать. Эта тревога объективна? Да, объективна, но мало ли что может произойти, да? Но ведь если дать себе, позволить себе этому вполне естественному, обоснованному чувству тревоги развиваться в себе, то дальше у нас от волнения мы перейдем к беспокойству. А слово-то, видите, какое – беспокойство. Беспокоя не дает, да? То есть тогда уже подключается бесенок, который рядом с нами, и начинает вот он как раз внушать мысли нам. Ой, а ты посмотри, а вдруг сейчас его там какой-нибудь уведет и изнасилует, да? Или а вдруг его там, он сейчас подскользнется, упадет, голову расшибет, и начинается вот это страхование развиваться, и мама уже бежит на улицу смотреть с округлившимися глазами, что с ребенком видит, а он спокойно играет. Фу, отлегло, все нормально. А вот спрашивается, что ты вот так раззадорилась-то? От волнения к страху за ребенка, да? А вот это под воздействие демонов. Поэтому надо, во-первых, не тревожиться понапрасну. Если есть объективные причины беспокойства, ну, надо предпринимать всегда, скажем, некие меры, которые минимизируют возможность того, чтобы случилось что-то плохое, да? И не беспокоиться. Это чисто по-человечески. Но есть ведь еще главное. Мы же знаем, что Господь сказал, и волос головы не упадет без попущения Божьего. Значит, мы должны понимать, что ни с нашим ребенком, ни с нами ничего никогда не произойдет, если Бог не позволит этому произойти. И, казалось бы, самые трагические события, которые в нашей жизни бывают... Вот я лишил сынок, да, в результате ранения. Ну, тревога за будущее, да, как я теперь без ножниц и так далее, и так далее. Страх дальнейшего. А полюбят ли меня девчонки? Женюсь ли я? Вот. Ну, так если вот об этом думать и разве... И увлекаться фантазиями дальше, что может быть в дальнейшем, ну, я нафантазирую себе того, что... Господи, помилуй, при этом придется говорить. Надо доверять Богу. И если мы вручаем своих детей, себя, волю Божью, сами не совершаем греховных поступков, необдуманных, ошибочных, то ничего с нами никогда не произойдет. И мы не будем тревожиться. Понимаете, вот насколько мы более тревожны, значит, настолько мы менее находимся в благодати Божьей. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви. Бог есть любовь. Поэтому чем больше мы волнуемся, переживаем, нервничаем, боимся, доходим до фобий, это уже, знаете, серьезное, с точки зрения психиатрии заболевания. А фобия, да, это мы боимся со страшной силой, и нам все время кажется, не знаю, у кого что там, микробов, кто-то боится в лифт зайти, кто-то летает на самолетах. Это все уже нас пленили мысли о том, что что-то произойдет. Эти мысли опять-таки от бесов. Отвергайте их. Отвергайте. Ничего без промысла Божьего произойти с нами не может. Но если мы уже, нас одолевают панические атаки, о чем это говорит? Это говорит о том, что на нас в большой степени воздействуют демонические силы. Что значит надо делать? Ну, надо дружить с Богом и совершенная любовь, то есть Бог изгонит ваши все страхования. Но для того, чтобы подружиться с Богом, нужно жить нравственно. И вот здесь, в борьбе с вашими тревогами, если они вас одолевают в той или иной степени, важна работа психолога, но психолога православного, исповедующего православную веру и ничего не делающего, противоречащего нашему святоотеческому учению. Здесь надо быть осторожным в выборе психологов, потому что даже есть те психологи, которые, да, вроде как верующие в храм ходят и даже в церковных хорах поют, но они применяют методики, которые идут к дьяволу, привлекают демонические силы. Если что-то основано на фантазиях, мечтаниях и так далее, сейчас не буду об этом, как говорится, это отдельная тема, то лучше к таким психологам не ходить. От тревоги еще расскажу, от любых беспокойств лучшая защита – это доверие Богу, пребывание в Его любви, в Его радости. И тогда ни один страх к вам не подойдет. Понимаете, и на войне ведь тоже страшно подниматься, вот так вот страшно, но ведь можно не впускать в себя страх. Демоны стараются всегда нас напугать ночными кошмарами, вот этими пустыми беспокойствами. Покоя нам просто не дает, внушая те или иные мысли, воздействуя на наши чувства, вызывая вот это чувство страха. Надо гнать от себя прочь все эти мысли и эти чувства. Не верь чувствам. Чувство – это область действия дьявола. Так учат святые отцы. Доверяйте Богу, и никакие страхования вас не коснутся. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok